В Монако состоялся второй этап Формулы 2. Для пилота программы SMP Racing Роберта Шварцмана старт в первой гонке вышел достаточно скомканным. Пытаясь избежать контакта с соперником, Роберт сломал переднее крыло своего болида, что вынудило его сойти. Вторую гонку Шварцман завершил на 10 месте, но установил рекорд круга, за что получил дополнительные 2 очка в личную копилку. В третьей гонке уикенда пилот SMP Racing стартовал со второй позиции, которую сохранял до питстопа. Правда, во время смены шин произошла заминка при установке колеса. В итоге россиянин завершил заезд с четвертым. По итогам второго этапа Роберт Шварцман набрал 14 очков и теперь занимает шестое место в личном зачете. Третий этап Формулы 2 состоится в начале июня в столице Азербайджана Баку. Пилот молодежной программы SMP Racing Ирина Сидоркова приняла участие в предсезонных тестах международной женской серии. В британском Уэльсе гонщица прошла процедуру подгонки сидения, а затем вывела на трассу автомобиль Татус Т318. Переменчивая погода Уэльса позволила Ирине подготовиться к самым разным погодным условиям. Так первые два дня выдались солнечными, а с середины недели начались дожди, сопровождавшиеся сильным ветром. Теперь участниц серии, которая отныне сопровождает гонки Формулы 1, ждет первый этап чемпионата. Изначально предполагалось, что сезон начнется во Франции, однако организаторы перенесли его на австрийский Red Bull Ring. Пилот программы SMP Racing Александр Смоллер стал победителем первой гонки первого этапа сезона Формулы 3, проходившего на испанском автодроме Барселона-Каталония. Во втором заезде Смоллер сошел в самом начале дистанции из-за прокола заднего колеса, за которым последовало столкновение с другой машиной. В третьей гонке Александр стартовал с 11 позиции, попытался отыграть несколько мест в первых поворотах, но ему этого не удалось. По итогам первого этапа российский гонщик набрал 17 очков и занимает восьмую строчку в личном зачете пилотов. Второй этап сезона Формулы 3 состоится в конце июня на французском автодроме в Ле-Костеле. Субтитры создавал DimaTorzok